Валерий Юрьевич, сегодня был подписан контракт с новым главным тренером. Расскажите об основных его условиях. Валерий Юрьевич принят на условиях доработать этот сезон, плюс один год. Если задача в этом году выполняется выхода в премьер-лигу, в следующий сезон мы закрепляемся, автоматически пролонгация идет трудового соглашения еще на один год. Если не решается задача... Тут хочется верить, что об этом... Да, мы остаемся в ФНЛ, значит, у него будет еще одна возможность решить эту задачу. Если он ее решает, так же продление контракта на один год. Год плюс год. Что вы можете сказать о новом главном тренере? Насколько вы довольны тем, что Валерий Петраков возглавил нашу команду? Я не скрою, что было много кандидатур на этот пост. Около 10 человек остановились на кандидатуре Валерия Юрьевича совместно с нашим президентом Сергеем Анатольевичем Жвачкиным. Зная Валерия Юрьевича характер и его мотивацию, и я скажу вам честно, когда еще я был делегатом российской футбольной премьер-лиги, я следил за выступлением московского «Торпедо», потому что как-то футбольный клуб «Торпедо» и «Томск» издавна дружат. Много футболистов играл, и тренерский состав у нас был. Вадимир Юрий, Борис Павлович Хренов, Валерий Юрьевич Петраков. И если вспомнить те выступления, которые «Торпедо» были на грани вылета, и когда пришел Валерий Юрьевич, совсем другой футбол стали показывать ребята. И я с надеждой и верю в Валерию Юрьевича, что он встряхнет нашу команду, и мы начнем показывать достойный футбол, красивый для наших зрителей, показывать тот футбол, в который мы и играли раньше. – Многие говорили о том, что «Томской команде» не хватает какой-то психологической уверенности. Вот Валерий Юрьевич с его харизмой, с его уровнем воздействия на футболистов, он может решить эти проблемы? – Я надеюсь. Я наблюдал две тренировки, которые Валерий Юрьевич проводил. Даже ребята, глаза загорелись уже, и видно, что они стараются показать то, что они умеют. И надеюсь, что сейчас у нас тяжелый выезд будет в Хабаровск, и оставшиеся игры нелегкие будут. Думаю, что ребята перезагрузятся и начнут работать по-новому. – Вы сказали о том, что этот контракт имеет перспективные составляющие. В связи с этим хочется спросить, вы уже с Валерием Юрьевичем обсуждали перспективы трансферные какие-то. У многих футболистов, ныне играющих в нашей команде, контракты заканчиваются. Вот эти вопросы обсуждали ли и перспективы приобретения новых футболистов? Я не прошу называть фамилии. Я скажу вам честно, я никогда не лез в работу тренеров. Я наблюдаю со стороны. Если какие-то нюансы появляются, я иду на встречу с тренером, с ним разговариваю, советуемся. Что и Валерию Кузьмичу я не навязывал свое мнение. И не сторонник того, чтобы навязывать свое мнение Валерию Юрьевичу. Я думаю, что у них гораздо больше лет в футболе, чем у меня. Поэтому те футболисты, которые заканчиваются контракт у тех футболистов, это прерогатива только главного тренера. – Но эти вопросы вы уже обсуждали предварительно. В любом случае, организационные вопросы придется решать вам. – Еще пока мы не успели об этом говорить, у нас времени сейчас очень мало для подготовки к выезду. Я думаю, у нас и в самолете будет время, и в Хабаровске сядем, и уже начнем задумываться о том, как нам дальше, с кем нам по пути, а с кем придется расставаться. – Что скажете о будущем матче в Хабаровске? Нас ждет очень непростое противостояние. Команды, несмотря на то, что решают разные турнирные задачи, но тем не менее и Тойм, и Скаэнергия очень мотивированы. И Григорян, и Петраков, естественно, тоже будут так или иначе пытаться добиться положительного результата своими командами. – Несомненно, если у Валерия Юрьевича это первая игра, то у Григорян, возможно, это будет последней игрой. – Как гласят некоторые слухи, да. – Да, судя по источникам в интернете, на гостевой книге Хабаровска, если Хабаровск не решит задачу выхода из зоны вылета, возможно, там какие-то возникнут перемены. Но это к руководству футбольного… – Это дополнительные сложности, собственно говоря, и для нас, наверное, так или иначе. – Да, я думаю, игра будет интересная. Мотивированы будут как и наши футболисты, так и футболисты Скаэ Хабаровска. – Валерий Юрьевич, мы поздравляем Вас с Вашей новой ступенью в профессиональной карьере. Надеемся, что и Вам, и нашей команде это принесет удачу. Насколько Вы довольны условием контракта сроком его подписания? – Ну, контракт здесь, конечно, зависит от момента, как мы выступим сейчас вот в этих играх, оставшихся семи турах. Понятно, если контракт, если мы, дай Бог, выйдем, и, естественно, будет уже по-другому, мы будем рассматривать и контракт, и продолжительность контракта. А сейчас пока, в принципе, мы договорились с Русланом Юрьевичем, то, что вот я эти игры доведу до конца, и плюс один год. Плюс один год, повторюсь, если мы не выйдем. Если мы решим задачу, будут какие-то изменения. – Валерий Ильич, Вы всего два дня в нашем городе, два дня, как бы, вот, как приступили к работе. Вот как вот эти первые два дня, первые впечатления, как идет процесс освоения, Вы остановились на базе? – Да, на базе, я всегда жил на базе. Даже когда базы не было, я жил, ну, не мое это снимать. Квартира частная, жить в гостиницах – это я не очень люблю. Здесь спокойно, можно уединиться, можно поработать. Работы много, очень много. Вот сейчас очень много матчей просматриваю. Аврал, конечно, до игры два дня осталось, и нужно все успеть. И вчера уже начал проводить кое-какие собеседования с игроками. Но достаточно много работы. Есть определенные моменты, я уже так познакомился поближе с командой, но на тренировке, всего две тренировки, и в большей степени по видеокассетам. Ну, достаточно много матчей посмотрел, и, конечно, нужно нам немножко поменять и игру в обороне, и в организации, и какие-то мы беззубые в атаке. Поэтому нужно... Конечно, конечно, все зависит от исполнителя, это понятно. Но нужно, наверное, донести сначала до игроков то, что я хочу, смогут ли мне это исполнить, а потом уже выдвигать какие-то требования, и в остальном все делать. А так, как и есть, такой Аврал идет, но сейчас как-то надо в большей степени сосредоточиться на игре. И понятно, что у нас сейчас такие игры пошли, где нельзя терять очки. И основной момент для меня сейчас, конечно, нужно угадать составом, потому что игра будет непростая в Хабаровске. Вот об этом и думаю. Я не буду просить вас назвать фамилии, но, тем не менее, уже, во всяком случае, костяк того состава, который выйдет на поле стадиона Хабаровска через два дня, вы со своими помощниками определили, или вот еще в процессе поиска? Нет, ну, конечно, уже на, будем считать, на 70% состав определен. Но есть моменты, позиции, которые обсуждаются. И с игроками я буду разговаривать, и с нашим 13-м штабом буду разговаривать. Поэтому кое-какие дополнения мы внесем. Очень много говорилось о том, что некоторые психологические, эмоциональные проблемы мешают нашим футболистам проявить свое мастерство, продемонстрировать свои позыри. Как вы оцениваете, какую вы нашли психологическую, вот эту вот моральную атмосферу в коллективе среди футболистов? Мы на пути этого. Потому что сразу, за один день, ну, перевернуться достаточно тяжело. Вот как раз сегодня у нас и будет такая, как вам сказать, теория. Я думаю, что она будет достаточно продолжительная. Где мы должны, я должен указать на моменты, какие я хочу видеть. Вот хочу услышать их мнение, правильно, неправильно. То есть, вот этот момент наиболее сейчас важен. Мне главное, чтобы они понимали, что я хочу от них на поле. Это самый важный момент. Начиная от вратаря и заканчивая нашим нападающим. Потому что, ну, сейчас я не буду по фамильной, допустим, называть, когда я просмотрел игры, мне непонятно, допустим, игра иногда центральных защитников, иногда крайних защитников. Мне просто непонятно. Потому что есть определенные нормы, как должен играть, как должен играть крайний защитник, когда мы играем четыре. Их надо выполнять. А когда игрок не выполняет, отсюда приходят и проблемы. У наших ворот отсюда приходят и мячи забитые. И последний матч с лучом. Это яркий эпизод просто. Яркий эпизод, когда нам забили. Поэтому сейчас наиболее такой момент, когда нужно нам в большей степени общаться. Где-то вместе всем на теории, наверное, не на территории. Где-то индивидуально, да? Где-то индивидуально, да. Поэтому вот это вот сейчас вот работа. Но я просто за день, я вчера поговорил, у меня где-то 5-6 человек было. Но я всех просто чисто физически не могу. За день. Потому что кто живет на базе, да. А кого нет, как я могу с ними встретиться. Но сегодня, я думаю, такая возможность будет. Валерий Петрович, нас ждет соперник непростой. Несмотря на то, что мы решаем разные вроде как турнирные задачи. Мы находимся вверху турнирной таблицы. В верхней части наш соперник ближе к дну турнирной таблицы. И тем не менее, очень и очень непростой этот самый Хабаровский клуб. Учитывая уровень мотивации. Что вы скажете о будущем сопернике, о конкретной игре? Мотивация. Я считаю, мотивация это очень большое дело, большое начало. Думаю, что не так просто играть с командой, которая борется за зону выживания. Я сам был год назад в торпедах московских, мы боремся за выживание. И, поверьте, настрой был такой, поочище всех лидеров. Поэтому, думаю, что у Хабаровска будет такая же мотивация и настрой будет. Нам нужно однозначно не уступить. У команды есть определенные козыри, как они играют. Об этом мы и будем говорить на терапевтическом занятии, но уже в Хабаровске. Сейчас мы должны на этой теории разобраться со своей игрой. Но есть и моменты, на которые надо нам уделить внимание, через которые мы можем сыграть правильно и добиться результата. Огромное спасибо, Валерий Юрьевич, мы говорим о том, что ответили на наши вопросы. И, конечно же, желаем вам и нашей команде удачи и в ближайшем матче, и, естественно, в первенстве, от которого мы ждем самых положительных результатов. Спасибо. Спасибо.